здравствуйте друзья мы с вами в нашей студии в нашей как бы skype студии и у вас на экранах студент нашего онлайн-класса сергей правда давим сергей проживает где проживаю в городе темпа флорида сша это у вас там сейчас ураган почти бушевал вот вот это хорошее слово почти так ну что дождями пролилось или что там было ну нагнали страхом у людей в принципе эвакуировали практически не знаю может быть половину на население не половину наверно ну не может быть четверть очень многие уехали мы тоже уехали убежали от фото ураган от греха пара куда ехали в новый орлеан поехали ну еще хоть там погуляли там есть где погулять город своеобразный своеобразный да да теперь давайте такой вопрос я вам задам значит о себе пару слов расскажите вы откуда вообще я из города одессы такой город у черного моря так да значит чем занимались образование какое годиков сколько мне 46 прожил всю свою жизнь сознательную и несознательную в одессе закончил несколько вузов в общем я закончил одесскую одесскую холодильную академию раньше назывался институтом холодильного института по специальности инженер системотехник систем систем автоматизированного проектирования то есть сапор да вот не работал ни дня по этой специальности так сложилось такое было время а вот проработал всю свою сознательную жизнь в продаже чем торговали всем то есть общая между торговлей чем чем угодно ну и занимался основном промышленная группа товаров оптовая была продам оптовым были продажи и ну в общем это большой опыт конечно же потому что мы все мы все все мы мы все все продаем по сути дела в этой жизни поэтому до глубок глубоко теперь как вы попали в соединенные штаты по турвизе решил что пора менять что-то на парам бросить я я так я полу я корень я был заброшен давно когда в одессе но потом так сложилось все личная жизнь и ситуация стране ситуация так сложилось что надо было уезжать и я два года назад принял решение что пора это делать пора к этому готовиться вот я основательно к этому подготовку можно было нужно было получить турвизу я уезжал по турвизе так вы один или в часе классе семья сколько вас я с я с сыном я с сыном здесь россию сколько уже 18 лет то есть вы он у вас в кейсе да там на легализацию как бы вы вместе он и в кейсе он он и в кейсе он и со мной вместе у вас учился там вместе один прошли на самый курс а вы у вас в группе в той же я смотрю два александровых в одной группе то господи я думаю я же не знал послушайте но я никого не вижу вот специально пошел надо из посмотреть перед началом разговора смотрю ни одного александрова нет ни второго все так все так потому что у нас пока нет еще разрешения на работу середине октября мы ждем сейчас пока новые вы в цикле вы продолжаете с друг со следующей группой обороты набирать или как мы их и не сбавляли мы в общем-то параллельно с курсом обучались по тем за классом который у вас на сайте обучение кроме этого соответственно учимся все вокруг что только можно участвуем в чате наших ников которые есть скайпе кроме того смотрим то что сейчас происходит новый курс к новому группу которого запустили а вот смотрите такой вопрос был у меня студент один вот тут на на кампусе который сказал такие слова он он нашел работу он у него все нормально может быть даже он не один была с женой то или тоже с кем-то из взрослых детей достаточно взрослых и он когда уже там устроился пришел там один тортики несут или мы говорим фруктами давайте не надо уже то тортики уже мы такие все за сахаре вот и он сказал интересную фразу он говорит они выиграли в green card лотерею он говорит если бы не было вот этой портнов компьютер скол говорит он то мы наверное бы никуда не поехали потому что мы абсолютно не знали как жить дальше вот мы приехали и что вот вашей ситуации вы как-то тоже заранее что ли наметили или вот какая я пытаюсь вот что понять какая роль вот этой портнов компьютер скул в формировании как бы представление о том как жить как действовать и так далее но может быть слово основополагающая роль была бы было бы чересчур сказать чересчур чересчур да да это чересчур но я так шучу немного но и дело в том что когда я еще был в одессе когда я принимал решение ехать не ехать очень важно понимать с какой целью туда едешь нужно это понимать что ты будешь делать там впоследствии более 46 лет я все-таки не студент после университета до или института поэтому как бы я это принимала внимание и я смотрю ваши видео еще уезжает на многих блогер в том числе и вас больше того у меня случай моя старая знакомая которая вас уже училась очень много лет назад не может лет 15 может быть 17 успешно работает в этой индустрии раджевой пример для меня было всегда я всегда это держал в уме одесситка сто процентов одесситка да у нас знаете бывают такие одесситы которые говорят это не одесса разве это одесса вот одесса которая была одесса что давно уже уехал но до части частично частично это правда она одесситка живет в америке давно уже но много лет этой в этом из правда очень большая часть одесса уехала я как-то встретил мужика там 1 давно откуда откуда все из одесс одесса одесса мама на ноги уезжает потому что хоть и мама но к сожалению такая ситуация в стране и многие уезжают поэтому роль была очень важная уже принципе процентом на 90 был готов к тому чтобы к вам поступить на ваши курсы потому что но это действительно когда наиболее такой быстрый безболезненный я бы даже так сказал и кроме того адаптации в сша мигранту кроме того что меня превращает в этой профессии то что весь возможность из роста то есть это не просто ты выучился скажем наш на кого есть куда двигаться конечно а если двигаться если ты хочешь реально развиваться а ты как бы и вынуждена развиваться ну что такая область процеда хочешь не хочешь придется а вы еще тем более вам еще до пенсии 20 лет что там я про пенсию на данное время то есть расскажите мне вот какую вещь я пытаюсь как бы вас поспрашивать в интересах людей которые нас смотрят и которые находятся с той стороны таскать ручья вот многие люди которые думают о политическом убежище легитимизации как бы вот и через это все они с ужасом думают но как же так вот я приеду у меня нет разрешения на работу денег столько у меня тоже нет и жить то как а кому я нужен вот я никого не знаю вот 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 как это происходит вот быть как в тампу попали вообще почему в тампу но хорошо давайте начнем с того кому здесь нужен да с этого вопроса на давайте давайте я бы сказал что то можно такой же вопрос дать и себе любимым любимым живя в своем родном городе в своей стране кому ты там нужен и вот и уже живешь а а так ты приехал те чемодан ник никого дать подержи да это правда это правда но в тампу я решил ехать по разным соображениям прежде всего потому что я понимал что на первом этапе когда я буду учиться и тратить а не зарабатывать то там по принципе неплохо вариант потому что с точки зрения цен который здесь есть и на жилье и на питание налог здесь меньше вы знаете всего 7 процента на экспортаж и так далее что вы тратите вот на жилье на питание вообще вот на жизнь мы очень по-спартамски живем тем более нас двое ребята поэтому у нас выходит кругом-бегом ну полторы тысячи в месяц на двоих да это еще пол то есть вы снимаете комнату на двоих у нас у нас да у нас one bedroom apartment то есть ну грубо говоря две комнаты по нашему и здесь это спальная и гостиная вы вы на двоих взяли или вы с кем-то делите да нет же как вдвоем живем я и сын а 1500 это стоит жилье или 1500 это все полностью наши затраты в месяц и транспорт это все он хорошо оплата за квартиру за коммунальные расходы неплохо у вас тут был знакомый вот вы к кому-то приехали или может быть познакомились в соцсетях но вот как вы прилетели до я появился вы прилетели может быть в майами вышли в эру или там в орландо до барман до ближе вы вышли в аэропорту ну хорошо вы сели на автобус или там что там ходит но ну а куда вы с автобуса куда но вы знали sky признайтесь вы знали вы как вот просто чувствуете просто наверное нет но бывает люди нет я знаю что что у нас происходит некоторые заранее берут airbnb там на недельку так и потом идут что-то снимают себе некоторые с кем-то знакомятся в соцсетях может быть даже у нас на канале там и это сейчас очень легко если люди общительно они легко находят кому подъехать не но я шучу то смысле что вы знали вы просто вот будто бы вот знаете что было на самом деле так и есть во первых я так и таким было я забронировал номер в rb и rb так так и есть так и есть правда это так такой углу прицел приехать разместиться здесь я снял на неделю потом немножко продлил потому что не сразу нашел но мы где-то через дней 12 нашли квартиру но самое главное что мы ехали в тампане на пустое место в абсолютно правы мы познакомились с ребятами не из москвы огромными большой привет и поклон они на приняли в том смысле что помогли раз во первых встретили в аэропорту в тампе мы летели через нью-йорк вы встретились то стебе где то обе а познакомились через фейсбук а то есть вы ехали они вас уже встречали да вот эта девушка кстати говоря училась у вас на курсе в том числе поэтому она только работает на курса на курс раньше они учились работает уже или чем занимается как ищет работу но я думаю что уже спорно не очень толковый человек в этом хорошо хорошо там по кстати не только для того чтобы пересидеть хорошее место в таки работает неплохо там там есть работа да вот как вот мне как мне говорили с кем я общался с ребятами с с американцами имеют с теми которые здесь родились не говорят что это вы именно во флориде это такой скажем так но не то чтобы индустриальный центр но можно даже сказать так и эти центры то есть вот этот конгломерат этот бэй-эре имеется ввиду тампо плюс сэн-питт еще часть clearwater это вот такое место как бы я очень много айти сосредоточено во первых во вторых это входит в пятерку наиболее быстро растущих мегаполисов соединенных штатов это прет и господи это правда это правда а вот ну там скажем перехватить какую-то работежку там может быть не может настройки может там где удается что-то моя я я больше перехватываю не как бы не физическим трудом настройки то хотя эта работа не боюсь и мне приходилось было мне жизни периоды разные но я в скайпе подрабатываю тем что обучаю студентов английскому языку хорошо вы как в этом анекдоте как сара ты посмотри на руки этого человека он таки не хочет работать головой как-то вот нет это неплохо неплохо хорошо значит кстати еще и тест помогает как ни крути как не верти но и тест дает какие семья реально бы но уперся бы и занимался бы этим достаточно много времени в день то можно было бы зарабатывать и больше но принципе то что я даже сейчас зарабатываю принципе что что удается заработать но скажем где-то в среднем долларов 300 в месяц и легко но вы не вы не перерабатываете потому что я знаю где по 2000 заработать абсолютно не я больше сейчас времени именно занимаясь тем что учусь ну хорошо ладно а там есть какая-то русская жизнь в такте вот какие-нибудь русские строительные бригады русские магазины ну что-нибудь русская вот я не знаю что там ну да есть есть два магазина русских и я бы даже сказал на эрскере украинских потому что все первых хозяин магазина и со львова с украины вся продукция которая стоит я такое ощущение что зашел к нам в магазин потому что все в наши упаковки а равно как бы все это дешевле дешевле намного сейчас русская таскать еда условно русская значит она гораздо дешевле приобретается в украине начиная от шоколадных конфет и кончая буквально там консервами и так далее при том что там надо и шпроты какие-нибудь там рижские есть правда да это святое как же мы все дети советского союза так или на той или иной степени поэтому то есть до сих пор люди едят шпроты сайру гречневую крупу там готовят из нее как вы сказали помню в одном виде что-то ел в детстве тут это будешь есть и потом это я читал что вкусовые преференции формируется где-то до 12 лет поэтому то что ты ел в 12 лет до 12 лет вот это то что ты будешь всю жизнь любить я вот смотрю например на икру этого боже что в ней такого есть чтобы ее хотеть много соли да вот американского видит икру они они так фиш x и так смотрят есть не хотят а нам икру подавать еще хлеб беленький маслицем правда совершенно другое совершенно я просто помню как наташа квик кормила своего мужа нашей едой это было зрелище а он так особенно особенно рыба сушеная вот это все это я помню эту таранку другая культура другая культура и причем причем интересно что казалось бы вокруг там залив там океан да вокруг флориды имею ввиду не менее как бы рыбы если даже есть то во первых она вся свежая которые они там или жарят либо варят а не знаю наверх ну как она не в части хотя вот мы были на восточном побережье там небольшой горки стопа там там спрингс и там греческое поселение гречи выходцы из греции там греть и греческие ресторанчики рыбная рыба там утром и так далее то есть в калифорнии рыба это ну ешь и все но особенно вот в морских городах вот как вы тут живем вот вдоль океана вы чё там всегда свеженькая прямо такой раз и тут живут сегодня же улов там я скучаю очень сильно по копчевой на рыбе по одессе допустим скопченая скумбрия там селедка там а это просто здесь у меня же на сама коптит и осетра коптит и исключительно хорошо получается ну хорошо с точки зрения может быть каких-то сколько вы тут сидели варят февраля до когда мы приехали сюда 20 именно сюда вот уже в темпу 20 января января то есть грубо говоря вот вы как президент трамп заступил практически тут же и приехали то есть девять месяцев да уже должно что-то родиться тогда вот за эти девять месяцев у вас ну а было что-то что вас поразило скажем приятно или неприятно вот такое чтобы ребята брыскать которые вот чтобы знали чего ожидает их тут конечно я еще очень мало здесь но мои лично субъективное впечатление с наиболее такое но две две вещи не поразили люди причем поразили людей американцы и наши которые эмигранты и поразили очень хорошей стороны американцам не поразили очень сильно мне было несколько ситуаций нас машина поломалась и они у проявили себя ну просто люди там выходили из дома чем вам помочь подходили спрашивали позвонить там попить то что угодно и также мне это не одна ситуация было их много вторая ситуация это те люди которые наши эмигранты ребята которые тоже выйти потому что мы кучкуемся вместе так или иначе меня просто меня что радует вот эта атмосфера которая есть среди этих ребят и чувствую себя знаете вот обычно разговоры даже среди успешных бизнесменов в нашей стране в украине это как правило как у тебя дела но ничего в принципе все так знаете все такое вот мутное такое здесь какой-то огонь в глазах какая-то люди думают о будущем а я вот вот это учила я вот вот это хочу а я вот вот этого мне не получается у меня вот над собой там работаю да это вот настолько позитивная такая атмосфера и очень добродушная то есть люди отзываются на пол когда нужно к эта помощь и это очень такое приятное здесь вообще есть такая атмосфера как бы людей устраивающихся на новом месте обустраивающихся частью обустройства является заведение круга знакомых поэтому человек приезжает это не просто чек которому там можно помочь там довести его куда-то на машине там и чтобы он получил номер социального страхования а это отношения какие-то это можно встречаться на выходные это можно вместе поехать к океану это можно там допустим ну сейчас вот вы только начинаете а пройдет какое-то время там вот вот вы сейчас едем через два месяца через три поедем ваши края как раз поедем через панамский канал тут из лос-анджелеса до форд лаудердель и ну вдвоем две недели там скучно же будет поэтому если компания как это 15 человек едет мы к ним туда раз в компанию и суш так можно жить так когда ты когда 15 человек прошлый раз мы ездили по карибам вот там где сейчас просвистела буря это вот мы ехали нас было 25 и это же важно вот такой тусняк у нас например тут есть такой такой такая группа по я не помню фейсбуке что люди это называется шашлыкин шашлыкинг и они там собираются значит там громадные толпы собираются на всякие ну я ну типа на шашлыки там есть инициаторы там есть организаторы там мясо кто на мясе кто на этом кто на том и такой громадный тусняк достаточно молодежный в общем то но не обязательно это сотни сотни это же важно это крайне важно потому что человеку нужен человек так или иначе и тем более когда ты приезжаешь на новое место абсолютно правильно говорите что ты оставил связи все там хотя ты можешь общаться по телефону там это не то же самое то это не то же самое тарасов 3 тебе нужно здесь находить какие-то новые связи людей с которой можно как вы говорите на шашлык поехать например даже почему и нет тут еще другое и когда вы поработаете пару-тройку лет ну вот не три месяца вот скажем пару-тройку лет то вы перестанете ходить там на все эти дайсы и монстры или там линк ты да и чтобы искать работу вы снимете трубку сделайте пять звонков у вас через в течение недели будет пару предложений на работу потому что есть есть места куда ну и скажем так приличная работа так это мне берутся интернет там идет при по рефералам там нет пока вот поэтому и надо формировать этот нет проката одна из важных важнейших задач у нас в вашей группе вот где вы учитесь там ну я про тампу не скажу а плову из флориды там человек 20 вот там человек 20 из чикаго человек 20 из нью-йорка человек 20 из лос-анджелеса из флориды человек 20 поэтому вот у вас уже первое ваш на турке а на самом деле на месте вот в вашей группы я бы такое землячество там собрал бы сделал бы группу в скайпе рискал бы там народ кто из там флориды подсоединяйтесь вы можете поехать вместе куда-нибудь там по шашлыки уже давно общаемся мы даже два раза собирались уже эти ребята которые у вас уже закончили и потом вот но вы знаете помните а не было и без которой у вас училась например я не знал задолго до того как она попала в класс я ее задолго задолго знал а мы что смотрим и смотрим же в телевизор понимаете смотрим как я с ними общались вот а вы видели туда конь но как нож готовились к интервью скрыть яйца смотрели вот а потом уже в живую по встречались ему два раза встречались с теми ребятами которые у вас уже закончили которые работают но и мы как вот молодая поросль которая только хочет и стремится поэтому это полезно и вот вот из форт лаудердейла в там один человек у нас учился он нигде делать тебе жену пришлю а он менеджер в компании и там у него в этой компании человек 10 наших выпускников работает в его департамент он менеджер потестирует ягод ты знаешь я с тебя денег даже не возьму я я не не совесть не позволяет пусть учится на здоровье все но я человек что он сделал он взял на работу 10 наших там опытные правда тоже есть у него ребята которые уже действительно поработали где-то и потом пришли но но все-таки о какую невероятную социальную функцию он выполняет это же не просто человек на работе там он на работе ему зарплату платит он работает это же это же какой вклад колоссальный вот как бы в жизни и и вот как бы наши вот этой комьюнити и флориды в целом и страны в целом это все так здорово и меня прям найти иногда распирает от 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 счастья что я как-то причастен к этому дать их двоих черт возьми ну как классно это не то что комментарии читаешь там какую-то гадость пишут люди думаешь не нифига а вот есть вот а есть вот мы знаете у меня как аллегория даже пришла на эту тему дед моза и зайца знаете вот это очень 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 походу знаете чё когда мы только начали это был 94 год и тогда у меня в основном такая беженская еврейская миграция там если был такое время что если не еврей то ну значит там жена еврейка или друзья нет нет ну не должен как-то попал же он в америку как-то попал да да одесситов много было вот и очень но очень весело тогда было это веселуха просто была колоссальная и они меня сравнивали с моисеем который из египта выводил но там там ведь что получилось там так выводить ты выводил а дальше они долго ходили 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 а кто попал в обетованную землю эти совсем другие люди вот у нас процесс короткий то есть ты походил походил бах туда но сейчас время другое время то да 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 сейчас сейчас конечно все быстрее происходит ускорились процессы все при жизни зайцы зайцы очень активные у нас у нас зайцы сами прыгают и нас просто лодку подставить один раз и запрыгивать не но я могу сказать действительно это такое большое дело для людей которые приехали которая ничего нет как длина случае ты начинаешь самого начала да ты должен найти профессии это должен получить работу и такой вход быстрый в жизнь я считаю важный момент такой вопрос вы играли когда-нибудь в лотерею green card до играл в долго с перерывами и у меня было больше был большой перерыв я начал играть где-то двухтысячный тысячи третий он был перерыв семья там очень короче когда-то сумма то что на второй план он перед отъездом где-то года два или три играл как бы уже будучи тут да на этой стороне ручья и не имею вот того как сказать не имея тех фишечек которые дает green green card лотерея чтобы вы сказали тем ребятам которые вот сейчас через неделю могут уже пойти заполнить заявочку и чтобы вы им сказали не только тем которые сомневаются или там который сомневается пусть сами разбираются бизнес но тем которые хотят в том смысле что насколько это важно насколько это кардинально меняет жизнь человека когда вы сюда попадает вот скажем с green card и в отличие от того как вы вот приехали зале какой-то момент для себя понял что неважно как ты сюда попадешь главное этого сильно хотели и для этого понимать шаги это самое важное хорошо а каким путем ты сюда попадешь в принципе это я скажу так вот green card лотерея это один из вариантов шансов того как ты можешь попасть чем черт не шут почему бы и нет если человек реально хочет но я считаю надо этот шанс использовать он небольшой вероятность невысокая но она есть поэтому если человек уже принял решение что я да хочу но так вот не заполни а по крайней мере так действует я заполнил а сам действовал кому другом направлении сработало бы ну чудес и не тех кто приезжает каждый год много 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 людей которые выиграли как лотерею если взять вот всех кто приехал то насколько там я не знаю там может быть пару тысяч приедет по рабочим визам из всех стран бывшего ссср может быть там политическое убежище получит еще там пару тысяч а по green card лотерея если взять вот страны бывшего из ссср то это будет может быть тысяч 10-12 а то и 15 и россия и украина и белоруссия и молдавия киргизия из казахстан у нас очень вот вот у меня в школе например очень очень много их их больше чем тех кто скажем по политике идет и так далее то есть среди тех кто добрался до сша вот этих процент очень высокий да но понять опять же есть люди которые приезжают по green card и потом работают на стройке всю свою жизнь это как такая карма то есть не тоже даже карма это понимание человека того что он хочет делать потому что важно еще до того как ты уехал понимать для чего тебе вот это самый главный вопрос на мой взгляд для чего тебе это нужно а это вот на днях как раз делал видео дорогой цель или средства но у меня не было ответа когда мы ехали у меня цвет то есть мне жена гать мы едем ягу ну чё едет ну вы ехали в другое время немножко вы ехали как на марс понимаете здесь на луну до пыльным мешком прибитые ехали я читал вашу книжку так так что как раз прочитал а так живенько представляется но у вас это не комплимент это правда у вас такой живой слог легко читается очень такой у нас софия моя помощница она вот одесситка такая из тех еще вот она когда хочет сделать комплимент она говорит вы миша хоть и москвич конечно принципе год одессит но наш человек ну вот то одессит некоторые мне готово и дали шпартов уже одессит я здесь набрался знаете я когда в москве жил я так как бы в таком вполне московском таком разговоре практиковался а когда сюда приезжаешь тут люди вокруг разные эти я быстро подхватываю интонации диалекты так не естественным образом и потом начинаешь так вроде вроде шутил шутила потом прилиплый и вот ходишь так с этим так что вы же педагог по первому образованию сока я помню да по первому я инженер связист а связи да а по второму я математик и преподаватель математики да и закончилась математический факультет тверского ныне тогда был калининский университет а я же еще в аспирантуре учился по педнаукам то есть если если бы я доучился там я за год уехал до защиты пришли надо было ехать уже вот светлана моя успела то есть она кандидат педагогических наук после есть тут связи а я уже как-то все бизнесом там еще чем-то занимался мне было не до этого но я не жалею так общем но какой-то след остается на башке конечно но я вам скажу преподаватель это скорее даже не образование то скорее такого состояния души потому что и преподаватель с диплома может преподавать есть люди которые без диплома будет хорошим ну безусловно скажем вот свет моя нога делать кадет наук по бездетной педагогике то есть наука да ну чтобы преподавать они не ну да ну ладно чё же хорошо у нас с вами получается такая как бы история требующие завершения путь потому что вы так где-то ждете разрешение на работу в октябре вы сказали да да где-то середине октября мужа попали уже подали на разрешение разрешение месячишка занимает обычно мы будем надеяться что будет все папа графика потому что сейчас немного есть там и с ребятами разговаривал расскажение на полно по моей программе там идет четко поэтому будем надеяться я видел людей которые получали от месяца до двух но я видел случай когда что-то там терялась куда-то девалась что-то такое бывало что и четыре месяца ждали то есть я такое тоже видел хотя это экзотика сейчас вот у нас вот тут сидеть на какие там центры где обрабатывают но вот у нас тут идет примерно в течение месяца довольно четко сейчас я сижу вот видите меня а вот это вот это номера социального страхования мы так видим не показывали потому что кого-то может там инфаркт митарда хватить понимаете это чего ну как мы есть люди которые там точат зубы там годами играют понимаете там это же не все мне на мой адрес приходит от имени и по поручению сегодня получил открытку очень неожиданно слушайте человек пишет значит мне что с какого-то форума владивостоке восточный экономический форум и так мой zip код мой тут прописан так на советском конверте вот ну ныне на российском что такое не поступает наш почтовый ящик у вас там просто какой-то интернационал международный весело да весело ну что же хорошо ладно я просто пытался как бы какой-то взгляд какую-то перспективу для тех кто будет играть в лотерею green card и с одной стороны вы очень удачно в эту перспективу вписались потому что я так как раз говорю в лотерею играй но как бы до бога на действия сам не положает до 1 1 2 то что все-таки надо играть все-таки надо и шансы как бы судьбу испытывать неплохо особенно когда у тебя есть параллельные какие-то варианты еще лучше а что вас английским было вот такой вопрос и сейчас что но английского как у всех в школе то что в принципе ничего нам не дало по большому счету потом где-то 2000 в году я пошел на курсы в одессе же были оксовский курс английского языка мне нужно было для работы и когда я уволился кое-что мне дало но немного и после этого я ушел с этой работы где-то лет на 12 вообще английским не пользовался никак не говорил не слушал ничего а потом за два года когда я решил уже уезжать я взял курс английского языка и по опять же вот учил параллельно с этим основное направление это был этот курс все остальное я добыт дополнительно брал еще сам потом я организовал скайбу группу и стал сам искать американцев стал 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 с ними общаться потом стал помогать новичкам и сейчас продолжаю это делать я понял то есть вы сейчас даже как бы преподаете уже английский то я больше не то чтобы даже я не то чтобы грамматику меня цель помочь людям преодолеть барьер общения пошли не боятся наверняка знаете самый лучший способ мы знаем учета выучить этот другим преподавать это стопроцент я так и поступил разговорились уже я бы я я вначале понимал что мне уровень достаточно низкий у нас присоединяли даже американцы самом начале когда группу создал мне это было очень морально тяжело потому что я понимал что я бэкаю мэкаю но я понимал что это правильный путь в отличие от наших соотечественников американцы абсолютно не смеются твоим английским и не делают такие круглые глаза а норовят как-то доброжелательно чем поучаствовать так как-то подправить где-то вот как-то вот так чтобы лучше было совершенно без всякого негатива вот я лекции есть там на английском языке там и это приходит какие-то люди из какой-то я не знаю подворотни и начинают значит там хихить над моим английским чё надо мной хихикать у меня публикации вот такие вот я выступаю на больших американских аудиториях я не скажу каждый день но там у меня был случай атома овацию сорвал там я час час говорил экспромтом но у меня был там план какой-то я в течение часа говорил там 400 человек сидели встали мне овацию строю и они думают что меня английского нет или там чего-то такого у меня нет я я свободно говорю я свободно пишу я свободно понимаю все все что люди говорят я словарь не лазают нет но понятие как тут важно разделять беглые английский он может быть и с акцентом даже это же дело такое кроме того есть еще харизма у человека да то есть это тоже очень важный момент как человек умеет себе аудиторию расположить это тоже крайне важно и на мне повезло с американцами они привыкли к акценту у нас тут без акцента мало кто говорит я не знаю там как в тампе здесь здесь а кто тут говорит без акцента нас настолько акцент никого не интересует даже не знаю ну и меня меня интересует например в том смысле что хочется все равно себя улучшает плане акцента тоже это правда в том смысле в каком тебя понимают акцент уже как бы мне лично без разницы то есть только в интересах как бы самосовершенство в целом да я я внимательно там слушай если мне что-то такое скажут или где-то я отчет такое поймаюсь к о и так я на ус мотаю постоянно но господи но если ты будешь комплексовать на этом деле ты вообще говорить не сможешь если думать о каждой фразе а так немецкий учил я знал все правила я говорить не мог у каждого свой подход я могу сказать что я вот мне очень многое далось это слушать будет нас слушать интересуются как изучать английскими очень много дало то что я нашел американцев есть такой есть сайт языкового обмена я допустим я потом если хотите сброшу потом сбросьте конечно всем хочется чужих то есть это система работ примерно так ты заходишь и там есть фильтр ищешь людей допустим в америке а ты ищешь это говоришь а я учу английский давай будем сотрудничать то есть ты учишь английского русского тебя английском и меня очень помогло я нашел и ребят из которыми до сих пор продолжаю общаться американцев именно и это очень эффективный способ потому что тебя прощают твои ошибки в английском потому что есть есть выбор то есть кого там себе подобрать но это как вот поиск работы то есть надо искать не так все просто мне по крайней мере это не просто удалось в том смысле что я мог давал запросы не сразу ушел тех ребят которых которыми он общался но сейчас у меня есть порядка пяти человек с которыми у меня отношения уже дружеские это не отношение просто вот мы с ним друг друга там поздравляем мы общаемся то есть уже какие-то жизненные ситуации в семье там кто-то женился кто-то ребенок родился это уже близкое общение потому что невозможно сеть общаться на какие-то абстрактные темы ну да да конечно и равно на абстрактные смысла нет никакой ценности нет да да поэтому это очень хороший способ особенно вот для того чтобы нахвататься тех фраз из реальной жизни не из не из сериалов не из книг а когда-то реально американцы потому что часто говоришь вот такая-то фраза я взял и там скелетом из фильма мы так не говорим мы говорим я понимаю чем лично мы так не скажем я скажу больше того когда начинаешь из учебников брать они не говорят как учебников первое что вот я с удивлением обнаружил что грамотно построенная фраза это не та фраза которая не использует то есть там порядок слов там или там какая-то законченность там вони так полфразы уже целая фраза там порядок может быть достаточно любой на самом деле хотя по грамматике конечно вот так а так говорят как хочешь как вы по-русски примерно ну ну можно сказать так да но просто в русском может быть нет такого жесткого порядка это правда вот но у них порядок жесткий есть а говорят они совершенно не по не по этому порядку а говорят не жестко нет нет абсолютно абсолютно я уже не говорю про тех кто не образованные такие простые люди то вообще никакие правила рядом не лежали как и у нас он как и как и у нас в русском тоже если не было да это правда это правда особенно это заметно когда комментарии в ютюбе читать да думаешь это что они правда в школе учились сейчас такое поэтому сейчас такое поколение которое не сильно париться об ошибках особенно там я молчу там уже про грамматические орфографические там никто не не особенно не но это опять же это поколение такое сейчас у нас как в наше время писать там неграмотно то я даже даже сейчас когда пишу бывает что там не так написал там букву просто другую поставил да и мясо у тебя не справить я понимаю что вы сто процентов она и не нужно вроде как но у меня вот это подсознательность надо исправить надо исправить ну да да тем более мы тесты решишь мы так я когда вижу что вот идет слово потом пробел потом запятая после пробела и без пробела слова следующее идет а это так часто и 8 из 10 так пишут что русские что индусы вот то есть пробел до или пробел после никакой разницы нет понимаешь у запятой я мне плохо делается я вы как же он тестировать будет он же по деталям человек хорошо ладно давайте мы значит тогда что сделаем давайте мы передадим привет тем кто нас смотрит до крыш пожелаем им чтобы у них все было хорошо я от имени тех кто нас смотрит как боцман этого канала значит я тогда передаю вам пожелание чтобы у вас все хорошо было вам вам тоже нужно и удачу и так как бы благосклонность небес так и все все нужно давайте и потом как начнете работать уже да и вот тогда расскажите как работает что за профессия такая я с удовольствием с удовольствием расскажу конечно подъем договорились мы с вас большое всем кто нас слушал тоже большой привет и удачи да напоследок я вам скажу вот еще что люди которые снимаются у нас на видео это статистика абсолютно и сто процентов корреляции люди которые студенты которые снимаются на видео это самая успешная группа наших выпускников не потому что я им специально где-то коржик подложения а потому что способность человека выйти на публику и что-то говорить и как-то вот так коммуницировать да она как раз и очень важно при прохождении интервью при вообще при общении вот люди которые могут выйти на публику они гораздо более успешны чем те которые прячутся там где-то они под стол залезают или там я я по стол не залезаю люблю поговорить может быть даже чересчур но в одессе кто кто в одессе залезет под стол не это недопустимо когда в одессе в одессе таких не поймут нет каждый марок каждый мужчина имеет что сказать поэтому значит друзья на этой так сказать праздничной ноте мы тогда и расстаемся счастлива всего доброго